не сплю не сплю я все проснулась уже почти всем привет вот и я всем спасибо за то что пришли сегодня мы будем плести вот такую вот чудесную квадратную корзинку смотрите морилка у меня самоваренная из коры туба получился легкий такой миланчик плести я начала сразу у меня донышко это двп я показывала в предыдущих роликах много раз начинаем плести с веревочки из трех или из четырех наверное из четырех начнем придерживаем пальчиками так как стоечки как видите у меня еще пока падают поэтому я их придерживаю пальчиками но желательно одеть по кругу резиночку или чем-то обернуть чтоб наши стоечки зафиксировались и остались в одном положении но это также можно сделать и когда вы сплетете пару рядов веревочки из трех или четырех также фиксируем обязательно фиксируем не обязательно но желательно чтобы ваши стоечки стояли как солдатики ну а я проплетаю дальше плетем веревочку из четырех она плетется также точно как из трех и из двух моя штучка хочет отвалиться поэтому ее надо зафиксировать я ее зафиксирую прищепочкой потом на следующем рядочке она все выровняется и никуда не денется ну пока чтоб не отпадало сделаем так проплетаем по кругу нашу веревочку из четырех угловую стоечку мы дополняем шпажкой если есть если нету значит просто еще добавляем две или три стоечки чтоб сумме было я сделала три стоечки и сверху я эти все три стоечки вместе со шпажкой зафиксировала малярным скотчем маленькой полосочкой лишь бы чтоб чужала синичку он никуда не падала вот таким вот образом видите но теперь у меня все в кучки теперь мы подошли к окончанию нашего ряда до первой нашей стоечки все это выравниваем сразу стараемся но пока они все равно будут падать проплетаем через три за четвертую нашу левую трубочку и тем самым заканчиваем ряд как я всегда говорю да это мы должны обязательно после веревочек заканчивать ряд если вы плетете по спирали тогда можно и не заканчивать заканчивать только последний если у вас один два три четыре рядочка значит обязательно заканчиваем ряд особенно если вы переходите 1 узора к другому закончили ряд немножко придавили так как это такое место у нас на подъеме всегда после чего мы убираем одну лишнюю трубочку или прячем ее внутри ну я ее обычно сейчас обрезать стала и плетем дальше веревочку из трех проплетаю 2 рядочка так так Продолжение следует... Заканчиваем ряд и теперь мы можем подставлять наши вторые стоечки, если у вас их изначально не было. Подставляем, можно слегка их подклеить, можно в принципе и так подсовывать, они уже никуда не денутся. Добавляем по кругу, чтобы у нас были парные стойки. Теперь можно плести дальше. Я буду плести ситцевое плетение, но двумя трубочками. Смотрите, мы берем одну, у меня четное количество стоек, поэтому у меня получится догонку. Проплетаю сначала одну, чтобы было удобней. Теперь вторую, но для этого мы должны ее загнать назад, чтобы они у нас шли вместе. Если вы просто ситцевое плетение плетете одинарными, значит плетете так, как дальше продолжается. Поворачиваем и плетем. Вот мы подошли, смотрите, к нашему второму ряду. Добавляем дополнительные еще трубочки. Как я и говорила, пойдем в догонку. Одну за одну стоечку, вторую через одну, чтобы вход у нас был плавным. И продолжаем плести. Если непонятно, говорю, значит внимательно смотрим. Следим за пальчиками. И таким образом мы теперь можем плести наши парные стоечки, трубочки, обе, сразу в догонку. Одна за одной. Сначала одну пару проплели, потом вторую. Это и называется в догонку. Если у вас нечетное количество получилось стоечек, значит вы плетете одной парой по кругу. И вам не надо подставлять вторую пару. Наращиваем на острые уголочки. И проплетаем до нужной высоты. Наверху мы будем заканчивать. Заканчиваем так же стараемся, как и начинали. Чтоб у нас все трубочки вышли на своем месте. В разнобой. Откуда начинали, оттуда и заканчиваем. Смотрите по рисунку, куда у вас пошло. Чтоб у вас не было бугров. И проплетаю веревочку из трех или четырех. Из трех. Делаем так же, как внизу. У нас внизу была веревочка из трех. Значит и наверху будет тоже веревочка из трех. Проплетаем по кругу и заканчиваем наш ряд. Видите, вот у меня видно сейчас, как смотаны малярным скотчем мои стоечки. Обратите внимание. Это для того, чтобы они вначале у нас никуда не раскрывались в разные стороны. Аккуратно проплетаем. Два ряда веревочки из трех. После чего мы заканчиваем наше плетение. Берем новую абсолютно трубочку и будем блестить ситцевое с укороченными рядами. Вот они наши трубочки. Их можно спрятать внутрь, как я говорила. Можно просто обрезать. Я их просто обрезаю. Все аккуратно выравниваем. Теперь берем новую трубочку. Откусили ей кончик, чтобы он нам не был мягеньким. Подставили в нужное нам место. И плетем наше ситцевое плетение. Проплетайте столько, сколько вы хотите. На ваше усмотрение. Можно, в принципе, за угол тоже захватить. Одну стоечку я обрезаю. Извиняюсь за камеру. Чтобы она нам не была лишняя. Она уже здесь как таковая не нужна. Шпажки я пока не убираю. Разворот на крайних стойках. И так мы плетем с разворотом на каждой стоечке. Будет невысокий подъем, но плавный. Если вы хотите выше подъем, значит делайте разворот на одной стойке 2 разворота. У меня на одной стойке 1 разворот идет. Если вы хотите выше, чем у меня, значит делаем 2 разворота на одной стойке. не забываем красиво наращивать трубочки наращиваем на изнаночной стороне немножко в бок теперь разворачиваем на предыдущие стойки как я и говорила видите на каждой стойке у меня один разворот аналогично делаем с другой стороны теперь беремся за загибку начинаем с какого-нибудь места без подъема желательно берем наши две трубочки загибочки если вы не уверены в своих трубочках то можете добавить леску или просто вы считаете что она там нужна вам для помощи в загибке я добавляла леску один миллиметр у меня я уже ее тоже показывала много раз 1 миллиметр толщиной леска я добавляю в каждую трубочку но можно и не добавлять смотрите сами потому как у вас получается плести мы загнули стойку за стойку потом нашу трубочки которые были внизу мы вот так вот закидываем наверх и опускаем потом наши стойки сначала поднимаем наверх а потом опускаем стоечки вот такая вот очень своеобразная но очень легкая загибка потом мы эти кончики которые у нас попали внутрь мы их просто обрежем под корешок но предварительно обязательно прогрунтуйте чтобы у вас ничего не повыскакивало сейчас мы плетем аккуратно придерживая угол чтоб он у нас не ушел внутрь шпажка уже не нужно мы ее убираем идем на поворот и плетем по кругу таким образом а Продолжение следует... Продолжение следует... Чтобы я продолжала вести канал. Заканчиваем наш ряд. Для начала мы берем наши нижние трубочки. Заводим перед стоечкой самой первой. А стоечки наши последние заводим за стоечку первую. Вот сюда. смотрите внимательно на узор и смотрим что куда должно идти учитесь читать плетенки теперь мы должны вот сюда завести наши нижние трубочки они должны пройти перед первыми стоечками и вторыми теперь берем следующую пару и заводим также вот сюда поверх серединку и последнюю пару заводим аналогично аккуратно все выравнивайте и последняя пара должна зайти вот сюда под стоячок на свое место и на этом наша загибка закончилась осталось только отрезать наши хвостики но их я как сказала обрезаем только после грунтовки чтобы у вас ничего не выскочила или хотя бы чтобы она подсохла смотрите трубочки обычная ручка я их просто перекрутила как душе было угодно и внутри у меня проволока в каждой трубочке у меня проволока флористическая проволока самое обычное просто обмотала по круг и все ну а вы подписывайтесь на мой канал ставьте лайки не забывайте нажимать на колокольчик всем творческих успехов увидимся в новых роликах все вопросы пишем в комментариях и